В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Станислав Катаров избран главой Ленинского городского округа. Мы питаем надеждой на то, что многие вопросы, многие узлы проблемные на нашей территории, конечно, скоро должны развязаться. В жилом комплексе «Пригород Лесное» прошла встреча с населением в формате выездной администрации. С заселением новой очереди наш маршрут почему-то переехал. В центральной библиотеке города Видное прошла ярмарка вакансий. Мы помогаем людям, которые находятся в состоянии переселенцев, которые приезжают к нам из разных регионов. Мы помогаем им не только трудоустроиться, но еще и адаптироваться. В прошлую пятницу центральной новостью СМИ Ленинского городского округа стало избрание Станислава Катарова главой муниципалитета. Процедура прошла на 77-м внеочередном заседании Совета депутатов. Станислав Катаров по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева занимал должность временно исполняющего полномочия главы Ленинского городского округа с начала декабря прошлого года. Все это время он активно проводил встречи и консультации с общественниками, представителями бизнеса и местными жителями. Выступая перед депутатами на 77-м внеочередном заседании, Станислав Катаров обозначил главные вопросы, с которыми обращаются граждане и способы их решения. Одна из самых больших проблем в Ленинском городском округе на сегодняшний день это транспорт и дороги, потому что огромное количество пробок, огромное количество жителей, которые собираются и едут в Москву, едут обратно. Но на сегодняшний день у нас уже с учетом тех 10 автобусов, которые передал сам лично губернатор, уже плюс 29 автобусов есть на сегодняшний день. Я уверен, что из следующих партий мы тоже получим дополнительные автобусы и весь норматив в 40 автобусов закроем. Новые машины уже перевозят пассажиров на 7 маршрутах и работа в этом направлении будет продолжена. Также Станислав Катаров озвучил планы по строительству дорог. Буквально сегодня, тоже по результатам поручения губернатора его поездки, удалось доложить и предложить пробить два дополнительных выезда на МКАД из микрорайонов наших густонаселенных. Это в районе, если помните, Измайлова этот момент. И второй – это на Бесединскую развязку выход из района остров Молокова оттуда. Станислав Катаров сообщил, что надеется найти поддержку у депутатов в реализации еще одного проекта, который также будет направлен на улучшение обстановки с общественным транспортом. То, о чем мы с вами говорим уже много лет – это легкий трамвай. Мы сейчас возобновляем разработку этой концепции и будем ее совместно с Советом депутатов, с нашими жителями, с администрацией снова продвигать. На должность главы муниципалитета, которого предстояло выбрать депутатом на этом заседании, претендовало несколько кандидатов. Помимо Станислава Катарова, выдвинутого местным отделением партии «Единая Россия» документы в конкурсную комиссию, подали Вадим Буров, Тимур Гаевский и Сергей Глебов. В ходе работы конкурсной комиссии были проверены документы всех четырех кандидатов, проверялся порядок оформления документов. Также конкурсная комиссия в ходе работы направляла запросы в органы МВД и в органы ФНС. И на основании указанных запросов уже проводила проверку на достоверность представленных кандидатами сведений. Утром 2 февраля состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором до участия в голосовании допустили всех кандидатов. Путем открытого голосования большинством голосов на должность главы Ленинского городского округа был избран Станислав Катаров. На сегодняшний день только констатирую факт того, что у депутатов и у многих жителей складывается впечатление, что молодой, очень нестандартные, быстрые решения, которые идут только во благо. И надо сказать, что мы питаем надеждой на то, что многие вопросы, многие узлы проблемные на нашей территории, конечно, скоро должны развязаться. Торжественная церемония вступления Станислава Катарова в должность главы Ленинского городского округа намечена на 9 февраля. Дмитрий Книга, Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В жилом комплексе «Пригород Лесное» прошла встреча с населением в формате выездной администрации. На волнующие вопросы жители микрорайона отвечали представители управления и служб муниципалитета, а также глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Транспортная доступность и дорожная инфраструктура – две основные темы, которые поднимались во время открытого диалога жителей «Пригорода Лесное» с представителями администрации округа. «Интересовали дороги, новая дорога сейчас, которая строится, как она будет проложена, как она будет пересекаться с Володарским шоссе, как будет сделана развязка непосредственно рядом с нашим жилым комплексом, и я получил исчерпший ответ». Татьяна Киселева, старшая по дому номер 2 по Луговой улице, пришла с просьбой от инициативной группы оставить первым остановочным пунктом автобуса 367 ПШ «Пригородное шоссе 30». Недавно запущенный маршрут автобуса – самый удобный для жителей четвертой очереди. «Жители конкретно четвертой очереди очень просят оставить начальной точкой «Пригородное шоссе 30», потому что ранее у нас был маршрут 871П, который начинался от «Пригородного шоссе 30», но с заселением новой очереди наш маршрут почему-то переехал. И уже доезжая до нас, наш бывший автобус переполнен». «Мы подтвердили, что у нас этот маршрут будет ходить на постоянной основе, и начальная, отправная, скажем так, точка маршрута будет именно «Пригородное шоссе 30». В прошлом году на этом маршруте было 40, соответственно, машин на данный момент работает 60. Поэтому я считаю, что это достаточно хорошо разгрузит на данный момент ситуацию с транспортом и поможет». Оксана Нечитайлова из села Молоково обратилась с вопросом о социальной газификации ее дома. Договор о предоставлении услуги был подписан и оплачен два года назад. Но работа до сих пор не была проведена. Проблему взяли под контроль. Также Оксану волновал вопрос по образовательным учреждениям. «Мы больше шести лет ждем, когда нам введут в эксплуатацию нашу молоковскую школу. У нас она переполнена в несколько раз, и дети учатся далеко, там уже даже не в две смены, а уже почти в три смены. Поэтому все очень мамочки хотят, чтобы поскорее запустили нашу пристройку, и чтобы детишки скорее, как бы, да, им было там посвободнее». После приема начальников управления служб с местным населением пообщался глава Ленинского городского округа. Станислав Катаров проинформировал собравшихся о вопросах, которые были рассмотрены во время недавней встречи с губернатором области. В частности, о большой работе по строительству Южно-Латкаринской автодороги. «В этом году будет запущено и будет работать по прямому ходу. О чем это говорит? Это говорит о том, что дорога по нашему муниципалитету, по Ленинскому городскому округу, будет работать на всем протяжении, а развязки, эстакады будут продолжать строиться. И в следующем году уже будет полностью завершены по нашей территории». Во время прямого диалога удалось обсудить много волнующих тем для жителей микрорайона. Все обращения взяты под контроль. Напомним, что встречи с населением в формате выездной администрации проходят в округе на постоянной основе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. В центральной библиотеке города Видное прошла ярмарка вакансий при поддержке торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа. Работодатели встретились с заинтересованными гражданами и рассказали, как составить резюме и на что следует обращать внимание при поиске работы. Подробнее расскажет Инга Инчук. Ярмарки вакансий позволяют жителям узнать, какие профессии сейчас наиболее востребованы, пообщаться с профессионалами из различных сфер и прийти на собеседование к заинтересовавшему работодателю в режиме реального времени, не составляя резюме. Работу предлагают в самых различных направлений. Более востребованы на данный момент трудовые специальности. Очень важный вопрос – подбор кадров. Он будет всегда актуален и наша задача, как организации, которая вообще развивает бизнес на территории, помогать работодателям находить соискателей. Так же, как и соискателей находить работодателей. Потому что это одна из основных задач вообще торгово-промышленной палаты. Такие встречи являются взаимовыгодными для соискателей и работодателей, поскольку для человека проводится персональный подбор вакансий, а рекрутер может сразу пополнить кадровый резерв и взять сотрудников в штат. Поскольку население города растет, ярмарки вакансий помогают жителям найти себя в новых условиях. Мы помогаем людям, которые находятся в состоянии переселенцев, которые приезжают к нам из разных регионов. Мы помогаем им не только трудоустроиться, но еще и адаптироваться в нашем городе. Это огромная работа. То есть это профориентационные курсы, это и курсы психологов в том числе. В числе соискателей, которые недавно переехали в Видное и находятся в поиске работы, оказалась Виктория. Ее заинтересовала вакансия менеджера по продажам. Главные пожелания при выборе профессии – свобода творчества и отсутствие строгого графика. Я совсем недавно сюда переехала. Ничего не знаю, ни о каких организациях. Было интересно послушать, какие есть вакансии, какая заработная плата, какие условия. Ярмарки вакансий позволяют поговорить с рекрутером честно, без шаблонного резюме и показать свои сильные стороны. А у работодателей появляется шанс предложить дело, которое будет полностью подходить под критерии соискателя. Инга Янчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудники госавтоинспекции Ленинского городского округа провели лекцию и практическое занятие в Видновской гимназии для того, чтобы научить детей правильно переходить в проезжую часть. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Дети – самая уязвимая категория участников дорожного движения. Из-за юного возраста они не всегда знают, как правильно вести себя на дороге. Поэтому совершают ошибки, а именно не следят за сигналом светофора, могут неожиданно выйти на проезжую часть в неустановленном месте. Чтобы защитить их от возможной беды, инспекторы группы пропаганды по безопасности дорожного движения проверили профилактическое мероприятие в Видновской гимназии. Детям сначала объясняется теоретическая часть, потому что без практики нет теории, без теории нет практики. А потом дети, соответственно, выходят с отрядом ЮИД, соответственно, с сотрудниками госавтоинспекции за пределы территории школы и проводим пешую экскурсию, где рассказываем детям еще раз о пешеходных переходах, дорожных знаках, которые у нас существуют. Отряд юных инспекторов движения – творческое объединение в школах, которое рассказывает сверстникам о безопасном поведении на дорогах. Ребята демонстрировали дорожные знаки и объясняли их значение в стихотворной форме. На широкой улице глаза от красок жмурятся. Разноцветные машины, Волги, Лады, лимузины. Где дорогу перейти? На ту сторону пройти. Всем поможет переход под землей, что идет. Я вступила в отряд ЮИД, потому что я очень хочу, чтобы все соблюдали правила дорожного движения. После теоретического курса ПДД маленькие пешеходы отправились на улицу. Автоинспектора напомнила детям, что нужно быть внимательным на проезжей части. Объяснила, как правильно переходить дорогу. Ребята усвоили урок, а также поделились своими знаниями. Я выбираю пешеходный переход со светофором, потому что он безопаснее. Я всегда соблюдаю правила дорожного движения и вам советую. На таких занятиях школьники получают не только теоретическую информацию, но и способность применять ее на практике. Поэтому в совокупности это дает положительный результат. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Любители зимних видов спорта и досуга на свежем воздухе могли посетить в минувшие выходные музей-заповедник «Горки Ленинские», где прошли традиционные соревнования «Горкинская лыжня». Наша съемочная группа также побывала на мероприятии и пообщалась со спортсменами. На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» в теплое время года проводят соревнования по бегу, а зимой здесь проходит традиционная «Горкинская лыжня». Спортивное мероприятие состоялось уже в 17-й раз. Мне очень радостно, что столько много народу. И вот несмотря на такую погоду, хотя говорят, что у природы нет плохой погоды, но все-таки люди собираются, молодцы пришли, ведь главное не победа, а участие. Перед тем, как выйти на старт, лыжникам необходимо было пройти процедуру регистрации. 350 участников приехали в «Горки Ленинские» из Москвы, Московской, Тульской и Рязанской областей. Давид Мамедов живет и тренируется в Домодедове. Мы вместе с ребятами, с моим тренером ходили в лес и катались по километрам. Были спуски, подъемы, обычно ходили по трешкам. Мне очень нравится это место. Мы летом сюда часто приезжаем, и зимой здесь очень хорошо. Но обстановка, атмосфера, все отлично. Нам очень нравится. После торжественного открытия соревнований спортсмены вышли на старт. Первыми на лыжню встали самые маленькие участники. Забеги были разделены по возрастным категориям. На этих соревнованиях 12 возрастных категорий. Дистанция от 500 метров до 3000 метров. Все это в зависимости от возраста. Малыши, самые младшие сейчас у нас фанишируют, они бегут дистанцию 500 метров. Сейчас это ребята на старте, которые побегут уже один километр. Юного Костю Акуленко настраивали на хороший результат родители. Поддержка близких во время состязаний очень важна. Мой сын второй год занимается лыжными гонками, очень нравится. Вот мы уже не первый раз участвуем в соревнованиях, и с каждым разом у нас все лучше и лучше получается. Мне понравился этот вид спорта. Я просто хотела уже с детства кататься на лыжах. Развитие спорта невозможно без его популяризации среди подрастающего поколения. Почетной гостьей горкинской лыжни была призер Олимпийских игр в Ванкувере Наталья Коростелева. Вместе с остальными ребятами на старт вышел ее младший сын Андрей. В своем забеге он занял пятое место. Лыжи вообще, лыжные гонки, очень разносторонний, развитый вид спорта. То есть вы можете и бегать, и прыгать, и он круглогодичный. И занимаясь спортом, ребенок не обязательно станет чемпионом в спорте, но он обязательно станет чемпионом по жизни. Лыжи – один из самых популярных зимних видов спорта, что доказало количество участников и болельщиков. Все победители и призеры по итогам забегов получили заслуженные награды. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова